Здравствуйте! В эфире программа «О чем говорят». Сегодня будем говорить о делах сердечных. И вот почему. Заболевания сердечно-сосудистой системы сегодня возглавляют список главных причин смерти в мире. К примеру, каждый час от инфаркта умирает 7 россиян. При этом кардиологи утверждают, что большинство смертей можно было бы предотвратить. По мнению специалистов, часто людей убивает собственное невежество и упование на «само пройдет». Эдакая наша российская авось. Мой собеседник – доктор медицинских наук, профессор, кардиохирург Алексей Нигалаевич Вачев. Здравствуйте! Большое спасибо, что пришли. Есть такая статистика. Я уже сказал в начале. Около 40-50% пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями умирает на дому до начала любой медицинской помощи. И мы сегодня хотели бы поговорить о том, что зачастую у нас у самих есть возможность каким-то образом помочь себе самому. Да, вы совершенно правы. Во-первых, о цифрах. Надо сказать, что вообще, по данным Всемирной организации здравоохранения на сердечно-сосудистые заболевания приходится 54% в структуре всей смертности на планете Земля. Это серьёзная цифра. Это очень серьёзная цифра. И такие факторы, как курение, как гипертоническая болезнь, как сахарный диабет, являются предикторами развития сердечно-сосудистых заболеваний и факторами, которые способствуют развитию, прежде всего, атеросклероза. Это абсолютно доказанная вещь в мире. И именно поэтому сегодня во всех странах такое большое внимание уделяется борьбе с курением. Это вот первое, что, наверное, нужно сказать. В структуре уже самих сердечно-сосудистых заболеваний есть два кита, которые обеспечивают подавляющее количество смертей на планете Земля. И наше государство здесь не исключение. И наша область, тем более, здесь не исключение. Это инфаркт миокарда и инсульт головного мозга. Вот эти две патологии, эти два заболевания – это основная причина смерти людей на планете Земля. Понимаете, в чем дело? Некоторые, зачастую я даже от врачей слышал, они говорят, вот чему быть, того не миновать. И при этом я знаю, что это не совсем так, потому что... Вот мы начали говорить, да, курение, диабет, ну, второго типа, понятно, да, еще что-то. Человек может и в его руках каким-то образом на ситуацию повлиять. Но в конце концов, бросить курить-то уж мы всегда можем, а уж поддерживать в здоровом цели здоровый дух. Здесь нужно говорить о том, что существуют факторы, и это каждый взрослый человек знать обязан, существуют факторы, которые напрямую влияют на развитие атеросклероза. Потому что основная причина и инфаркта, и инсульта, основная причина – это прежде всего атеросклероз, когда атеросклеротические бляшки забивают просвет кровеносных сосудов, и кровь вместе с кислородом и питательными веществами перестает поступать к органу, к сердцу или к мозгу. Если это поступление прекращается внезапно, а такое может быть, потому что атеросклероз имеет такие стадии развития, то и развиваются как раз инфаркты и инсульты. Но все это у подавляющего большинства людей развивается весьма постепенно. Конечно, мы слышим сегодня, что атеросклероз молодеет, молодеет инфаркт, молодеет инсульт. Появляются ситуации, когда все это происходит внезапно, якобы на фоне полного здоровья. Но все-таки у большинства людей, более 90% людей, имеется постепенное развитие. И каждый человек, конечно же, отмечает, что у него периодически начинает болеть сердце в виде колющих болей за грузиной. Периодически он отмечает повышение артериального давления. При проверке сахара крови отмечает, что сахар чуть выше нормы. Но подавляющее большинство людей, к сожалению, этому не придаёт никакого значения. Думают, что вот... Ну, когда человек идёт и делает какой-то анализ или измеряет давление? Конечно, после каких-то стрессовых ситуаций, после каких-то физических нагрузок чрезмерных. И каждый человек думает, что вот, да, вот я вот тут немножечко переборщил с физическими нагрузками, понервничал, поэтому у меня вот это произошло. На самом деле это не так. У здорового человека такие транзиторные всплески, они могут быть, но они нивелируются. А вот если это у человека повторяется несколько раз... Значит, уже бегом к врачу. Надо уже задуматься, да, что нет ли здесь настоящей гипертонической болезни, хотя бы в самом начале её развития. И необходимо, конечно, пойти к врачу, потому что врач чётко составит алгоритм обследования. Он известен, он достаточно прост. И самое главное, сегодня все, абсолютно все поликлиники Российской Федерации и абсолютно все поликлиники в Самарской области и в городе Самаре оснащены всем необходимым для того, чтобы провести вот это самое... Исследование, первичные кардиограммы и всё остальное, конечно. Посмотреть артериальное давление, посмотреть сахар крови, посмотреть жирные кислоты крови, липидный спектр крови и так далее. И картина будет ясна. У нас беда ведь ещё и в том, вы же практикующий хирург, и сюда с операцией приехали, насколько я знаю, на программу. Вот смотрите, огромное количество людей, боль за грудиной появилась, они думают, а может быть ревматизм, а может быть... Вот сейчас я посижу, поотдыхаю и ничего делать не буду. Вот это наша российская авось. А потом становится поздно. И вот когда я говорил о процентном отношении, что зачастую мы говорим, скорая помощь долго ехала. А тут огромное количество случаев, когда и скорая приехала вовремя, а помочь человеку уже нельзя, потому что он поздно обратился. Мы проводили этот анализ, и на совещаниях в Минздраве это звучит очень часто, когда мы говорим о времени доезда скорой помощи к пациенту, который срочно её вызывает. Так вот оказалось, что весьма значительная часть людей, наших людей, наших соотечественников... Поздно вызвали скорую. Поступает следующим образом. Появляются боли, и они какое-то время, 10-30 минут, некоторые больше часа, пользуются какими-то домашними средствами в надежде на то, что это им поможет, потому что это им когда-то уже помогало. Это грубейшая ошибка, потому что на сегодняшний день чётко доказано, и это является уже абсолютными знаниями, которые даже не требуют какой-либо проверки, что своевременно оказанная помощь при развитии инфаркта или при развитии инсульта может не просто спасти человеку жизнь, а можно сегодня остановить развитие инфаркта. И это мы видим на большом количестве примере, на большом количестве людей, которые поступают к нам в клинику, в кардиоцентр, в областную больницу Середавина, в Тольятти, в больницу Баныкина. Если человека привозят вовремя, и ему ставится диагноз, а диагноз ставится достаточно чётко на сегодняшний день, то первичное стентирование коронарных артерий останавливает развитие инфаркта. Пример. Два года тому назад в Милане проходил кардиоторакальный всемирный конгресс. Так вот, на этом конгрессе всемирном уже европейцы, американцы, японцы и китайцы практически перестали обсуждать такую проблему, как хирургия, аневризм, постинфарктных сердца. Дело в том, что хорошо отлаженная служба первичного стентирования при начале инфаркта миокарда привела к тому, вот эта вся программа в этих странах привела к тому, что инфаркты останавливают в развитии у подавляющего большинства людей. Не развивается инфаркт, не формируется аневризма сердца. Человек не получает тяжёлой сердечной недостаточности. Если ему повезло, и он выжил, а там выживает подавляющее большинство людей сегодня, то они не так зависимы от лекарственных препаратов, меньше препаратов необходимо. Что нам мешает? Это наш менталитет, во всяком случае, это очень серьёзная проблема. То есть, это не то, что у нас чего-то не хватает, не то, что мы чего-то не можем, а это именно наш российский менталитет. Вы временно не обратились к врачу, вовремя не занялись своим собственным здоровьем. У нас есть, конечно, проблемы, мы не можем об этом не говорить. Это расширение инфраструктуры подобной помощи. Это необходимо, но это, наверное, всё-таки другой разговор немножко должен у нас быть. Но сегодня надо сказать, что у нас в городе Самара, в городе Тольятти и вообще по Самарской области организовано дежурство таким образом, что круглосуточно любой вовремя обратившийся пациент может бесплатно получить самую современную медицинскую помощь по этому вопросу. Он доставляется в стационар, где проводится коронарография, и сразу, не снимая больного с операционного стола, если есть показания к постановке стента и восстановлению кровотока в сердечной мышце, это сразу делается. А вот примите пациента, если не скорая привезла, а самовозу? Конечно, конечно. Никто не имеет права отказать, ни один стационар не имеет права отказать. Но надо чётко знать, что по определённым дням недели существуют конкретные дежурные стационары. Обыватель же не знает, какая больница когда дежурит. Скорая помощь чётко знает, какая больница. А скорую помощь, мы вначале с вами сказали, не всегда её нужно дождаться. Сейчас рассматривается... А так вот привезли, к примеру, в клинике медуниверситета, я не знаю, или в Пироговку, а в Пироговке тебе говорят, а сегодня не мы дежурим. Я просто... Значит, в зависимости от тяжести состояния пациента, либо он срочно будет переправлен в больницу, у нас не такие большие расстояния, где ездят, либо будут вызваны специалисты в этот стационар, куда его приезжают. Но по большому счёту сказать, извините, пожалуйста, сегодня у нас неприёмный день, не имеют права. Нет, такого, конечно, даже сложно себе представить, чтобы так сказали. Во всяком случае, если очевидно, что страдает человек, ему помощь будет оказана. Я твёрдо совершенно говорю, что у нас 4 стационара в области, которые оказывать эту помощь могут в полном объёме. И там есть всё необходимое для оказания этой помощи. Давайте мало времени прямо, Алексей Николаевич. Вот ещё раз чётко. Главные признаки, когда человек понимает, что... Или человек не понимает, но возникают проблемы с сердцем, да? А человек не обращает на это внимания. На что нужно обратить внимание там? Прежде всего, человек начинает замечать, что у него появляется немотивированная усталость, которой раньше не было. У него начинает появляться одышка при незначительной физической нагрузке. Самое простое, и на этом основано очень много в диагностике этих состояний, это человек может себя проверить, когда он пешком в спокойном режиме поднимается по лестничным проёмам. Вот если он проходит один или два лестничных проёма, и у него уже появляется одышка, это очень тревожный симптом. Он обязательно должен пойти к участковому терапевту для проверки вот тех самых моментов необходимых, первичных, о которых мы сегодня уже говорили. Третье. У человека могут появиться боли в области сердца. Это боль за грудиной, боль в левой половине грудной клетки, боль в левом надплечье, боль в плече в левом. И тогда это уже более грозный признак, и тогда однозначно необходимо идти прежде всего к своему участковому терапевту, к врачу общей практики, к участковому кардиологу, если такие есть на участках, и для того, чтобы пройти обследование. Это то, что касается сердечной недостаточности или развития ишемической болезни сердца. У человека немотивировано могут появиться отёки на ногах, к вечеру появляющиеся отёки на ногах. Это тоже признак того, что какие-то проблемы с сердечной мышцей уже начинаются. Следующее. Есть объективные вещи. Сегодня каждый может дома иметь тонометр и измерять периодически артериальное давление. Если у человека старше 40 лет, а это, как правило, поражает людей старше 40, как правило, конечно, есть и моложе ситуации, но, как правило, это люди старше 40 лет. Если у человека появляется давление выше 140 верхней цифры и выше 90 нижней цифры, это очень серьёзный сигнал. Почему? Потому что увеличение давления на каждые 5-10 мм ртутного столба системного артериального давления приводит к возрастанию в разы процентов инфарктов и инсультов. Давление необходимо иметь на нормальных цифрах. Сегодня есть все препараты для того, чтобы удерживать это давление. Плюс рекомендации по образу жизни. Каждый врач это может рассказать пациенту персонально. Спасибо. К сожалению, время подошло к концу. Алексей Николаевич, я думаю, что вывод-то один. Надо беречь самих себя. От нас с вами зависит ничуть не меньше, чем от врачей. Ну, во всяком случае, в первичной диагностике, в своевременном обращении к врачу всё зависит исключительно от каждого человека, индивидуально. Потому что на сегодняшний день, к сожалению, в Российской Федерации вообще, и в Самаре в частности, и в Самарской области в частности, обращение за медицинской помощью происходит, когда уже катастрофа развелась. И наша задача, совместная задача и врачей, и людей, которые не работают в здравоохранении, сделать так, чтобы по-настоящему реализовать принцип профилактической медицины. Это очень важный момент. Спасибо. Спасибо вам большое. Давайте беречь себя, дорогие друзья. До свидания. Спасибо вам за приглашение.